Она всегда была честная и сейчас честная. Порядочная очень, очень уважительно относится к детям, думает о них, думает об учителях, думает о создании благоприятной атмосферы в коллективе. Об Ираиде Полбенниковой так отзываются все. Слова могут быть разными. Смысл один. Ираида Ильинична достойна встать в один ряд. Сухомлинским, Макаренко, Янушем Корчиком, Соловейчиком. Это, в общем-то, созвучно с тем, каким ориентиром является, собственно, Ираида Ильинична Полбенникова. Я очень благодарен судьбе за то, что она меня с человеком свела. Таких людей, на самом деле, еще немного. И в человеческом измерении, и в профессиональном. Потому что, во-первых, у нее эти вещи не раздельны. Закончив Чуварский госуниверситет, молодая учительница физики отправилась в Альборусовскую школу. Затем вернулась в Чебоксары. Очень скоро стало понятно. Полбенникова – прекрасный педагог и готова передавать свой опыт коллегам. Когда встал вопрос о создании физико-математической школы в Чебоксарах, с кандидатурой директора определились сразу. Человек очень активный. Она очень грамотная, как физик. Вообще за ней, ну, как статус, что ли, учителя-методиста. В тот период у нас очень хорошо была поставлена в городе, в районах работа по методическим, работа методических объединений учителей. И вот вокруг Полбенниковой как раз стали собираться очень часто учителя физики, математики. И их заседания, их встречи были очень продуктивными. Во всяком случае, для Московского района это была звездочка, звездная такая школа наша. Ну и решили, что все-таки вот этот профиль надо официально как-то утвердить. Вот этот энтузиазм, вы знаете как, он подхватывал даже близлежащие школы. И когда директора приходили и смотрели, что у Полбенниковой там и как там, они все, ну, говорили, ну, как вот она так умеет? А вот она действительно умела. Вообще она удивительный человек. Создание школы пришлось на проблемные 90-е годы. Но наши герои как раз те, кто сделал все возможное, чтобы республика и страна в целом выстояли в сложный экономический период и смогли развиваться. Здание было жутко, когда мы сюда въехали. Я даже в госсовете удалось мне туда прорваться на одно из заседаний, чтобы нам деньги дали. Но мне объяснили, что это другой бюджет. И родители сильно помогали. Мы там с родителями, что-то где-то прорвало, мы тут друг друга толкаем. Они там моют, я тут мою. Вот так. То есть участие родителей огромное. Учителя тут. Отпуск, не отпуск. Они здесь вкалывали, готовили эту школу. Много труда и души выложено именно в это здание. Лицей номер три вошел в историю как постоянная инновационная площадка, где пробировались и информатизация школьного процесса, и программа «Оксфордское качество», и новая система оплаты труда. Но это были не эксперименты ради экспериментов, а возможность повысить качество образования и дать место творчеству. У Ираида Ильиничной, как у директора, у нее есть такая способность, она сейчас же не директор, мотивировать людей. А вот мотив для самосовершенствования, для роста каждого учителя, наши выпускники очень много полезного, значит, приносят, привносят и в экономику, и в науку. Ладоков, ты тоже наш выпускник. А еще нынешний министр финансов Михаил Ноздряков и министр строительства Павел Данилов, и основатель IT-кластеров Чувашия Владимир Лизерман, и совладелец образовательной платформы Sky Inc. Георгий Соловьев. Последний, кстати, решил за свой счет организовать курсы для преподавателей физики на базе лицея номер три, чтобы и у других детей была возможность получить такое же качественное образование, как и у него. Верность своей школе хранят многие выпускники. Я сам заканчивал 27-ю школу в 93-м году, это был первый год, когда, по-моему, она к нам пришла, сразу в роли директора школы, и она преподавала у нас один год физику. Мои дети учатся тоже в 3-м лицее, старший закончил в этом году, младшая дочка еще учится. Большая заслуга Ирины Ильиничной в том, что в 3-м лицее создана именно в целом хорошая среда для развития детей. Там не только учат физики, математики хорошо, там в целом дают возможность им развиваться как личностям. Она относится, я думаю, к такой категории бизионеров, которые умеют мечтать рационально, то есть они могут ставить задачи достаточно высокие, но реализуемые. Ирина Ильинична – это человек, который отдал образованию более 40 лет жизни. Она сделала для развития города, для развития человеческого потенциала города Чебоксары. Столько, что, я думаю, у никого не было сомнений в том, что этот человек абсолютно достоин высокого звания почетного гражданина города Чебоксары. Сама Ирина Ильинична никогда не считала ни количества выпускников, ни затраченные физические и душевные силы. Все эти годы она была уверена, что ей очень повезло и в жизни, и в профессии. Коллектив шикарный, это дети. И работаешь ты ровно столько, сколько это требуется, провести уроки, что-то там, провести с классом, какие-то. Ну вот, то есть, очень такая разумная работа и эмоционально богатая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова